так ну вот вот такой шовчик у нас но он чуть-чуть обработан все будет за ну как полироваться шкуриваться шкуриваться так вот у нас я варил отсюда обязательно вот те кто будет делать никто не будет нужно обязательно чтобы она лежала на плоскости потому что и вот прям вот в месте где вы варите вот так то есть не вот так вот его здесь утворить а вот так чтобы алюминий упирался вот в эту доску в плоскость какую-то и не утекал далеко вот так вот тогда будет хорошо вот дальше ну вот вам история я значит приварил юбки и здесь и тут с этой стороны все думаю сейчас за полирую поставлю расставлю а должно быть широкая юбка вместе там где стрелочка я короче перепутал местами и широкую юбку поставил вот сюда и все и все пришлось спиливать болгаркой вот заново все делать вот так вот бывает и так ну вот почти все готово осталось заполировать это я вот сейчас болгар очка вот так вот выравнивал так вот этот у нас язычок для улучшения аэродинамики вятки вот это вот у нас окно будет закрывать но сейчас еще болгар очка подпилю вот в принципе я когда вот так вот зашоркивал он еще в принципе вот вот так вот делается и вот он залазит и вот он в принципе проходит об и легко ходит и теперь веточка может ездить и зазоры там вон очень хорошие потому что я делал хорошую расточку вот этой бормашинкой моей можно посмотреть какой хон я нанес вот отличный хон и вот мама мне сказала то что я не получу поршень пока вот не получу вы если буду плохо учиться я вот плохо учусь и поэтому я поршень новый на веточку ты не получил на самом деле вот и теперь я вынужден вот так вот делать улучшать и чтобы было хорошо теперь мы можем его помыть от пыли и грязи поставить кольца отрезать вот здесь вот юбку посмотреть чтобы повода по окну подходила и можно ехать кататься и валить на заднем вот берем не строчку и наливаем чуть-чуть чуть-чуть туда ну этого оп оп так сейчас оп-хоп это не фраз называется мне так папа сказал потом закрываем часто так вот закроем я его чуть-чуть подышал и потому что врач мне сказал что это полезно для здоровья и для ног чтобы ноги были сильными теперь вот так вот мы помогаем потом можно чуть-чуть взять кисточку она у меня где-то вот здесь вот в говне лежит чтобы хорошо прочистить все дырки дырки это хорошо мне так папа сказал ну ладно я не нашел потому что не нашел так что мы так все сделаем сейчас сейчас просто берем вот так вот туда чуть-чуть набираем полощем чтобы внутри не было ничего грязного чтобы наша вятка валила на заднем вот этот вот этот вот это вот горочка она это улучшает подачу бензина в цилиндр так ну чё в принципе нужно еще продуть желательно сейчас я тогда подключу насос что-то я вот здесь вот поискал и не нашел этот ну вот этот который накачивает воздух в колеса ой кто-то велики развалил блин ну мне нужно о я уж думал что крысы его украли и к себе в логово затащили чтобы его там продать я тут подумал может вы хотите посмотреть как я продуваю поршень это полезно полезный контент сейчас я вот вам все покажу ой чё-то не работает а ну щас я просто не включил тут чуть-чуть а я вообще из розетки выдернул сейчас вы там чуть-чуть подождите вот кажется что-то загудела что-то мало мощности надо добавить мощность на полную но сейчас я посмотрю вот наверно так вот будет четенько вот так то вот вы можете увидеть что поршень чистый и там вот нету мусора все теперь нужно приступить к полировали не так ну не фраз можно пока вот у нас тут остался его можно вынюхать потому что это полезно для сердечной системы но это ничего это потом все будет так ну вот вот так вот выглядит заполировано кольца вставлены но это пусть будет мне как-то пофиг зашибись чтобы было создатель трэша мой канал даже так можно создать породитель трэша так ну чё прокладочка тут у нас нормальная можно ставить второй раз ну и в принципе в чё чё в принципе навятку ставить ну чё так и наверное еще пизоэлементное зажигание там пизоэлементное зажигание там пизоэлементное ладно сейчас подумаем еще так но вот то какой то что удлинить юбку поршня все-таки удалось ну а теперь буду делать пизоэлементное зажигание ставить пробовать сама фишка в том что этого еще никто не делал ни поршень удлинить но по крайней мере я не встречал не пизоэлементное зажигание установить но все в принципе этот видос продлинение юбки поршня закончен да всем успеха и пока